Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Густав Поулб, британский художник викторианской эпохи австрийского происхождения, родился в 1831 году. В своих работах он использовал несколько стилей. В зрелом же стиле он продемонстрировал влияние второй волны братства при Рафаэлитов. Его творчестве чувствуется влияние Томаса Сэндона, Данте Габриэль Рассетти и Фредерико Лорда Лейтона. Английские литературные источники, классическая мифология, портретная живопись и идеализированные образы молодых женщин являются наиболее типичными сюжетами в его картине. Мало что известно об обучении Поупа живописи, но он числится постоянным участником выставок в Лондоне с 1852 по 1895 годы в Британском институте Королевского общества британских художников и Королевской академии. В некоторых источниках Густав Поуп считается умершим в 1895 году, основываясь на том, что в последний год он выставлялся в Королевской академии. Тем не менее, в кладбищенском реестре годом его смерти указан 1910. В 1910 году картина «Дождливый дождь» была подарена городскому музею и художественной галереи Бристое. Согласно лондонской переписи 1901 года он проживал в Челосе. Густав Поуп был чрезвычайно талантлив и умел воплощать сложные чувства в живописное существование, обладая предельным чувством красоты и подлинности. Кстати, он также использовал символизм для обогащения своих сюжетов, используя в своих работах свои философские размышления о жизни, политике и обществе. Вот так вот данных очень мало из открытых источников в интернете о британском художнике викторианской эпохи австрийского происхождения Густав Поуп. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok